Итак, у нас Николай, начинающий спортсмен по снегоходному кроссу, ну нельзя говорить заканчивающий, но заканчивающий активную спортивную карьеру Максим Шевченко, трехкратный чемпион России по кроссу на снегоходах, трехкратный чемпион России по эндуро на снегоходах, 7-кратный появитель Кубка России по кроссу на снегоходах, в том числе и в Устюге 2009 год. Да? Озвучили, да. Максим у нас экс-председатель комиссии снегоходного кросса России, сейчас он передал правление, кстати, Устюгскому у нас представителю Селикову Сергею Николаевичу. Ну и сейчас он является тренером у нас спортивного коллектива «Ямбург-Новую рингой» Ямало-Ненецкого автономного округа. Ну, что у нас вот по развитию снегоходного кросса, как вы видите, в своей новой ипостаси вот эту тему? Ну, я скажу, я сейчас возглавляю команду «Крокодитель СТК Ямбург», да, у нас в штате два тренера, Игорь Милентьев, да, тоже мастер спорта, чемпион России еще 95-го года, да, Евгений Скляров, который был до этого у нас тренером, и мы занимаемся как бы совместно, я и два тренера, можно сказать, под моим руководством, мы создали сейчас новый подход, ну, как сказать, старый, вспомнили старый, что все забытое старое, хорошее, ну, сказать, что это новое. Сегодня мы набрали очень много детей в команду от пяти до тринадцати лет, чтобы поколение, то, которое сейчас у нас ездит в классах юноши, взрослые, была достойная, так сказать, замена им. Какие-то годы, наверное, года два-три эта работа велась очень вяло, и сегодня мы с новыми силами, я, как руководитель команды, так сказать, развиваю это движение, да, чтобы у нас в России было будущее этого снегоходного спорта. Возвращаемся, так скажем, в девяностые годы, потому что раньше было у нас, как вы говорили, уже неоднократно здесь в эфире, что в Новом Уренгое было очень много команд, до, наверное, до... Сколько? Ну, сейчас, если вспомнить, наверное, двенадцать, наверное. А сейчас две с половиной или три? Нет, сейчас две. Ну, а Норд, он не считается? Норд – это муниципальная команда, которая выступает на бюджетные средства, и сказать, что это полноценная команда, у них и картинг есть, у них есть и мотокросс, мотокросс, ну, они выступают чисто в федеральных округах, не выезжают на такие мероприятия масштабные, как чемпионат России, чемпионат Европы тем более. И, ну, можно сказать, два с половиной, но снегоходный спорт заняться только мы, и мотокроссом мы занимаемся как подготовка к основному чемпионату и основному виду спорта – снегоходный кросс. Все равно наши две команды занимаются именно профессионально, ну, так скажем, более профессионально снегоходным кроссом, нежели мотокроссом. Мотокросс – это летняя, так сказать, подготовка, там, аквабайки мы, так сказать, попробовали, и квадроциклы, но основное – это, конечно же, снегоходы и сейчас мотокросс. Ну, а вот понятно, что раньше была трава зеленее, небо голубее, ну, наверное, вот это. Вопрос о другом. А вот сейчас, в период кризиса, как-то это повлияет на дальнейшее развитие? Ведь, собственно говоря, техника импортная, запчасти импортные, вплоть до формы, мотоботы и так далее. Ну, я думаю, что это, как бы не хотелось бы, это повлияет, конечно, на нашу, так сказать, численность, может быть, подвижного состава снегоходов, но, как и все, как и все направления у нас в России, оно немножко пострадает, немножко придется урезать какие-то финансовые затраты. Но мы не опускаем руки, будем работать, я думаю, все это проходящее, раз в 5-6 лет это все происходит, и мы уже пережили не первый, так сказать, скачок такой. Так что это главное, что мы, у нас есть идеи, у нас есть дух, у нас есть школа, у нас есть коллектив, который понимает в городе, есть руководители, которые нас поддерживают. Ну, я думаю, что все будет хорошо, придется немножко затянуть пояса, но мы также точно останемся в строю, будем готовить спортсменов, детей, юношей, будем показывать красивый кросс. Вчера была замечательная трасса, в принципе, зрители оценили все мастерство спортсменов, те, которые показывали вчера высший пилотаж. Ну, что же, в общем-то, пожелаем успехов команде Ямбург, директору команды, вообще новому Уренгою, ведь фактически это центр у нас снегоходного спорта, оставшийся в стране. Ну, я скажу, что это не центр, это столица снегоходного спорта России, он зарождался именно в Новом Уренгое, это начало было на Буранах, всеми нам известный снегоход Буран, что сейчас любой любитель, зритель говорит, вот, на Буранах, гонки на Буранах. Ну, так начиналось, так же ездили кросс, прыгали трамплины, это с середины 80-х годов, а потом уже пошли на марки, в 89-м году был первый чемпионат России в Дубне, если не сжимаюсь, вот. И сегодня мы вчера провели этап чемпионата России 27-го, если память меня. Да, два года назад был 25-й, да, у нас сейчас 27-й получается. Да, 25-й юбилейный был позапрошлым году, да. Сегодня 20-й, вот, развиваем, ну, все, так сказать, корни идут из Нового Уренгоя. Так что мы столица снегоходного спорта, столица, газовая столица России, как бы, ну, вот. Так тут еще интересная вещь. Вот два года назад мне посчастливилось побывать в Новом Уренгое на юбилейном чемпионате под чутким руководством Максима Николаевича. Вообще грандиозная вещь прошла. В Новом Уренгое собрали всех чемпионов. Ну, кто смог приехать всех чемпионов, начиная там с 88-го года? С 89-го года, да, всех чемпионов России, лифанцевых первых чемпионов, да, с Ивантеевки, это Московская область. Ну, и, конечно же, всех современных, действующих. Ну, идея была хорошая. Все, что могли, мы сделали, собрали, взяли на себя ответственность и финансовую, и привезли, и разместили. И хотели даже заезд сделать чемпионский, но немножечко не хватило энтузиазма, да, потому что, ну, так как-то... Я думаю, лифанцевы не отказались бы, два брата, да, вот они такие в строю еще. Да, вот сколько лет прошло, они еще бодры духом и готовы идти в бой. В валенках, как вспомнили, говорят, мы тут гонялись там на этом. Ну, а Милентьев чуть позже подсадился, но он ездит до сих пор. Да, Милентьев у нас чемпионар России 95-го года, как я уже говорил, он очень в здравии находится, очень в боевой. Вот немножко сейчас у него пауза, можно сказать, в спортивной карьере. Занялся тренерской работой, да, тренирует пацанов, юношей, детей, чтобы не отвлекаться от дела, так сказать. Сейчас настроим работу, и я думаю, что мы его в ближайшее время не увидим в классе спорт. Ну, ладно, у нас уже гонки начинаются, большое спасибо, Максим Николаевич, спасибо, успехов!